У меня тут вот своя рыка, резко снег начал таять, ох, как крот, хе-хе. Где-то вот так, ольдина, хе-хе, не слабая такая скорость в течении, мой мостик затопило, теперь за веточками не сходишь. Вот так, ольдина. 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 с перволкой. Сейчас засыпем. Надо было перволку помыть, ладно? У меня сейчас времени нету. Еще я обычный лучок, там морковочку добавляю. В этот раз будет все по-простому. Сольки, немножко специй. Залью кипятком, потому что надо, чтобы быстрее сварилось. Думаю, хватит вот так. И сейчас засуну в эту печь, который этот, как у нее, бурьян. Я уже в ней пробовал, и курицу запекал, и кашу варил, в принципе, нормально. Работы прибавилось. Вот малышня на выгуле. Теперь они отдельно от кос. Вот. И сначала кос выпустил погулять, теперь вот малышню. Вот жует елочку хорошо. Я их туда, в тот сарайчик отселил это. Вот. В прошлой неделе у меня выдалась вообще какая-то косячная. Разбил телефон. Потом что у меня тут? А! В воскресенье был ураган, и тут вот на провода дерево упало. Порвало провода. Ну, правда, мне вот, смотрю, кинули провод сюда, связку. Тот, что, наверное, порвал или откуда это. Наверное, вот откинули. Ну и вот. Еще дровишки у меня будут. Видите? Там, оказывается, клен был сухой, а я что-то его не видел. Вон там стоял один сухой, я его, это, спилил, повалил туда кое-как это. Потому что он уже был готов упасть, точно попал бы на провода. А этот я не видел, что сухой стоит. Но этот побольше, я бы, наверное, сам не смог бы повалить. Вот. Так что вот такие дела. Ну что, малышня, мекаете? К мамкам хотите? Вот шумные ребятишки, а. Так. Вот, еще вчера пришлось козу спасать это. Короче, остановился рубец. Вот у меня уже скоро будет 6 лет, как у меня козы. И впервые, блин, такое случилось, что рубец остановился у козы. Начал вспоминать, что там надо делать. Вот. Короче. А уже ночь была. Я уже пришел вечером это, проверить там перед сном у них, как они там смотрят. Козы совсем раздуло. Ну давай, что делать? Сначала побегали. Не помогает. Вот. Потом это... А, потом... Взял это... Короче, вообще ее вытягиваешь, рот открываешь, язык вытягиваешь, чтобы воздух выходил. Ну идет, но слабо совсем. Надо еще по-хорошему, чтобы на задние ноги встало. Ну это надо, наверное, второй человек, чтобы помогал тогда. Один держит ее на задних лапах, а второй это... Рот открывает, язык вытягивает. Вот. Потом вспомнил, что бабуля рассказывала, что когда вот у коровы рубец, если останавливается, то корове вливали бутылку водки или литровую банку масла подсолнечного. Вот. Вот. Ну, коза меньше во сколько раз. В раз в семь, наверное, чем корова. Вот. Я так подумал, грамм 150, масла хватит. Короче, залил я этого масла в рот. Ну тоже пока залил, блин. Часто еще разлилось, наверное. Вот. Не так уж легко было залить. Вот. И буквально после того, как залил масло, пошла у козы отрыжка нормально, начала выходить. Она потом стояла, это... Ну через минут десять, наверное, где-то вот так вот. Она уже стояла, рот открывши там. Указы эти выходили. Вот. И все прошло нормально. Потом начала есть все, спокойно все в порядке. Короче, вот так вот без укол, без ничего, без этих проколов разных справились. Ой, так как теперь у меня козлята еще, то придется мне совсем по-другому разгораживаться. Вот. Так что я думаю, вот эти столбы надо отсюда выкопать, перекопать их, чтобы они были, ну, до этих вот дверей. Вот. Тут будет для козлят выгул. Вот. А там еще между сараем и погребом тоже кинуть загородку. Вот. И до сюда. И это будет для больших коз выгул такой. Ну, тут придется, конечно, несколько калиток еще делать. Сюда и сюда козлятам. Вот. А подумал, что мне городить там это, как забор я думал сразу делать, заборчик такой типа. А потом подумал, что можно шить его от елок, палки или от этих вот веток использовать. И просто вот так вот набивать их между столбами и все. А так гораздо меньше будет расход, чем если как штикетник делать. Вот. Так что вот такие вот мысли. Я вообще хотел бы отгородить там вообще кусок поля, вот это вот что там за сараями. Но это, конечно, надо очень много материала. Столбы где-то еще с чего-то вырезать. Ага. Ну, хотя бы сейчас хоть бы вот эту территорию отгородить. Было бы очень неплохо. То есть получится тут вот так на ровне. Тут еще надо придется, наверное, столбик доставлять туда тоже. У меня вообще раньше были планы, что тут хоп так, потом, когда вот столбик тут еще один поставлю, чтобы напротив погреба было, потом так туда калитки накосую. Хопа сделать. А тут будет площадка просто может где-то если машиной развернуться там какой или еще что, оттуда с дороги тут такой подъезд будет как бы. Наверное, такой вариант надо будет сделать. Эту сетку убрать, вот, и куда-нибудь ее пустить. Может даже вот тут у козлят, чтоб отгородить. Вот. Потому что они будут со мной же пролазить. А сетку снизу пустил, сверху еще пару этих набил веток и и будет нормально, я думаю. Ну, короче, такой вариант как бы. Ну вот и готовые добрышки с перловкой. Ооо, класс. Какой аромат. Сейчас посмотрим мяско как свалилось. Ооо, отлично провалилось. Потому что жарость жестковата, а вот варить это в печи вообще отлично получается. Круто. Сегодня у меня блинчики с творожным сыром. Это я так назвал творожный сыр. Он, наверное, и правильно так будет называть. А так еще шевр, вабны там называют. По-разному. Сейчас столько названий разных. И вроде бы одно, в интернете посмотришь, вроде бы одно название, да? А готовят его по-разному там или еще что-то. Вот, этот раз у меня такой он трехи суховатый, за много это, получается, отсудил сыворотку. Вот, пересушил. Так его, когда он пореже, можно добавлять сюда разные укропчики, огурчики там, грибочки, ну все что угодно. Вот. И намазывать на хлеб там, например, ну как бутербродный будет такой вариант. Для этих там разных блинов, так вот можно с вареньем, там еще с чем-нибудь, со сметаной. Вот. Причем этот сыр можно еще этот брать. Ааа, как это получается? Делать крем на его основе. Сюда можно сгущенку добавить. Размешать. Или, например, сахарную пудру со сметаной тоже размешал, взбил. И получаются шикарные кремы для торта. Просто обалденные. Такие с сырным вкусом. А главное, что натуральное все. И тоже некуда, как говорится. Ну что, попробуем блинчик теперь. Ммм. Обалдеж. Блинчики я с ним еще не пробовал с ликотой, чем угодно делал с творогом. И самое вкусное получается с таким сыром. И даже, мне кажется, не легче с ним работать с этим сыром, чем с творогом. Вот. Чем творог делать. Только что, сюда надо еще фермент, получается, и закваски. Творог можно и так заквасить. Ну, в основном я и творог заквасываю заквасками. Ммм. 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 Ммм.